как ты думаешь что это не знаю что то так вот делает для тех кто плохо работал а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Со скоростью примерно 6 метров в секунду, поэтому ловить будем с подветренной стороны внутри архипелага. Пока солнышко, но, как всегда, где-то там на границе тучи ходит хмуро. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так какую снастку мне нужно нацепить? А сейчас стандартную сделаем снастку, что называется, на все случаи жизни. То есть ставочка, три разных крючка, чтобы... Креветка, мушка... Нет, сейчас будет вот эта поролоночка наша, будет муха крупная на более-менее приличную сайду. Вот. И будет еще у нас вот это, то, что у нас называют перчик. Это наиболее популярная приманка в Норвегии. Она имитирует личинку угря, которую едят все, кому ни попадя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, все! Капитан уже пикер поймал. Грустно и говорит. Он моим пикером ловит. О, здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Писок лайка шарк. Похоже на акула тут, начальник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Та снасть, которую придумал Михаил, назову ее банан. Будем называть его морским бананом. Реально работает, потому что та поклевка, которая была несколько минут назад, это... Просто кто-то ухватился за хвост этого банана и буквально откусил половину. До крючка не добрался. А жалко. Кажется, я дошел до дна. Или... Нет, или плюет. Плюет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подхватил кого-то? Да. И перестало. Нет, сегодня тоже еще есть. Ну, кто-то вначале начал бороться, потом бороться перестал сейчас. Ну, не крупную рыбку, значит. Крупную до конца борется. Это сай, да? Мне нужен багор. Попробую, как делают правые моряки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приподнять. И сюда ее на борт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот все, что осталось от банана. К сожалению. Но я думаю, что это несложно сделать. Тем не менее, инструктор сказал, что меняем все. Чего нам нужно? Здесь можно ловить более крупную рыбу. И быстрее. Соответственно, снимаем. Не то, что более крупная. Нужна более крупная, просто другую. Ну, нам-то нужна более крупная. Давай. Мы же готовимся к соревнованиям. Так, что мы имеем теперь? Мы имеем мушку, креветку и опять банан. На этот раз фиолетовый. Сам красил? Нет, губка такая. Очень даже изященка. Если я был бы рыбкой, я бы оценил. Кстати, рыба же различает цвета, правильно? В отличие от лукопитающих многих. Спорный вопрос. Говорят, что достоверно неизвестно, но контраст отличает точно. Белый, черный. Мы действительно готовимся к соревнованиям Big Fish Adventure Challenge, которые проводятся среди журналистов из разных стран на острове Соройя. в Северной Норвике. Но об этом мы расскажем позже. А пока продолжаем тренироваться на Лопатенах, недалеко от городка Балстад или Балстая, как произносит место. Вот заработала новая снасть. Тут кто-то уже потяжелее. Ей бы просто больше жить хочет. Тихо, 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 все, 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 все. О, сколько примерно весит? Не знаю, килограмм 7. На больной палец скотина. Да, вот она специальная волшебная приспособа. Нет, я вот лишка не вижу. Все, все, все. Вот так на руки возьми. В камеру. Да ладно, нормально, я же настоящий рыбак. Я тебя поздравляю, Кипер. Спасибо. Все, борелся? Да, разумает. Ну теперь с человеческой крови должно пойти. Сейчас придут сюда касатки. Всякие какие-то убийцы. Акулы. С ним мы в челюсти. Иногда не возвращаемся. Смех смехом, но после того, как я окропил море собственной кровью, клев пошел лучше. Небольшое что-то. А, по-моему, скачило. А может быть, скачило, отпускать на дно дальше. Может быть, когда падает, сайд атакует, накалывается, потом слетает. Так, что-то здесь не так, по-моему. Нет, это есть. Кто-то хотел меня вдурить. Ну что-то маленькое там. Маленькое, да. Опять сошло? Пойму. Похоже, что да. Ну, отпускай снова. Бывает. Я сейчас вытащу ее. Нет, кто-то есть. Похоже на сайдочку. Да. На муху. На муху, да. Кстати, по поводу мухи. Скажи, пожалуйста. Видите, я так понял, что... Я ни у кого, во всяком случае, норвежцы не видел мухи здесь. Только у профессионалов, которые участвуют в соревнованиях, которые уже знают об этих мухах. А так, в принципе, да, норвежцы не используются. О, красавица. Так. Давай-ка поменяем опять. Отцепляй всю ставку. О, уж мне эти спортсмены-профессионалы, это нормально же, ловится одна за одной. Нет, говорите, цепляй. Сейчас дам тебе новую. У меня такое ощущение, что он просто ставит на мне эксперименты. Ну, что-то типа того. Будет работать, не будет. А сам сидит себе потихонечку. Шмурится на солнце. И контролирует процесс. Какая-то дедовщина, я вам скажу. Михаил Петрович. Ну, извини. Так, а ты не побросишь его? Ну, здесь свернулся. Да ничего, оцепься потом. Так. Войдем этот. Берем этот. Войдем этот. У нас все на тесном скале. Сейчас, увидишь. Ни скале ничем. Здесь он менял. Посмотри на размер мусора. То есть, муху больше. Он тебе мелочи пьет. Смотри на размер мухи. Это размер банана. Это моего осетра. На 100 килограмм. Он назвал мелочи. Морской осеток. Я придумал. Видел такой банан? Да, банан знатный. Две мухи. Нет, одна муха, один перец. А, а там два маленьких. Осьминожка. Вот, все, давай. Теперь крупничок должен подойти. И действительно, через несколько минут клюнуло что-то серьезное или просто настроенное на битву за свою жизнь. Я очень устал. Все, вернусь в Москву. Начну ходить в спортзал. Потому что без физухи тут реально очень тяжело. Купи удочку и гантелью килограмм двадцать. И таскай каждый день. Что? Гантели? Ну да. С первого этажа. На каком ты живешь? На девятом. О! Каждое утро опустил на первый этаж гантельку и поднял. А-а-а! How deep is here? 63. О, демилд! Качай, качай. Вот. Участь рыболовного ведущего. Да. Да я же больше... по красотам специалистов. Ну вот. Рыбу вы профессионалы должны ловить. А мы должны освещать процесс. Но ты же должен понимать, как это происходит. Вот. Давайте договоримся, что я уже понял. И будем больше на мне экспериментировать. Давайте. Ого. Ого. Меня за собой тащит похоже. Став, став, став. Став, 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 став. Став, 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 став. Вот. А здесь сколько килограмм? Это побольше. Это сбокляет. 8-9. Так и норовит. К десятке может даже. Уже идет. Да, один вынули с бананчиком. Мне кажется, что оператор чуть хочет половить рыбу. Но это уже десяточка. Десяточка – это хорошо. А я очень хочу передавать. Камера, стоп! Третий день на Лафатенах был у нас запланирован как рыболовно-культурный. Мы плавили рыбу с утра, после чего отправились на импровизированную экскурсию. Буквально каким-то невероятным усилием воли мы заставили себя остановить эту ловлю. Ну, килограмм, наверное, говорят, ребята, 80-90. Я считаю, что все 100, а можем даже 120. Ну, чем я, в общем-то, не рыбак? Дело в том, что завтра мы отправляемся в Хасфик на север на машине. И, собственно, намного рыбы не нужно. Поэтому вот так за полтора часа получилось такое количество рыбы в две удочки. Решили посетить рыболовецкую деревню старую, в которой, в принципе, уже никто не живет, которая превратилась в музей под открытым небом. Очень интересно. Как минимум, аутентично должно быть. Треска, 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 кругом треска, много домиков. Это старое поселение, называется оно Носфьорд. Отлично расположено, кругом скалы, тихая бухта. Насколько тихая, что здесь даже можно сейчас достаточно комфортно себя чувствовать без верхней одежды. Хотя градусов 13, но вот из-за того, что мало ветра и много солнца, очень даже тепло. Смотрите, какие красавцы. Я никогда не обращал внимания на то, как устроены зубы. То есть, помимо верхней части челюсти, есть еще зубы, оказывается, внутри. Вам видно? Прямо как раз рядом с жабрами. Ну, вот так выглядела небольшая фактория. Сюда скидывали рыбу, это весы, как вы понимаете. Взвешивали. Потом здесь удаляли все лишнее. Голову, плавники. Потом скидывали сюда, здесь была вода. Вот здесь промывали рыбу. Ну, а дальше такой тым. И уже грузили. Кстати говоря, смотрите, какие интересные грузики из камня сделаны. Все та же треска и холщовый мешок. Продукт от Норуи. Вот теперь сделаны в Норвегии. Норвежский продукт. Насколько я понимаю, даже не будучи промысловиком, для сеток, либо для ловушек, поплавки, чтобы сетка не утонула. А дерево так с тех пор. И так же вырублено все топором. Вот очень интересно всегда прикоснуться к чему-то аутентично. О, вы смотрите, какая интересная сказица. Вот, я даже не могу представить себе, какого периода эта техника, но точно абсолютно, что она видно, что она какая-то аналоговая. Возможно, среди этого прошло столетия. Смотрите, какая крутая штука. Один из первых холотов. Портативных. Но уже кропчики защищены покрытием. А вот этот вот угрожающего вида инструмент, вовсе никакая не дыба, как вы подумали, не кол. Сурово осаживали голову и одним движением отрезали, так называемый, язычок трески. Железа, которая очень вкусная, если ее пожарить или приготовить в ней способом. Причем, как правило, этим занимались девушки в виде подростка. Тонкие, длинные пальцы. Я никогда и нигде не встречал такого безумного количества чаек, ну кроме, скажем, какого-нибудь птичьего базара. Здесь они настолько все захватили, что даже, смотрите, вот на подоконниках, на окнах. Это, мне кажется, птицы уже даже, пушистые такие головы. Вот настоящие реальные хозяева жизни в этом городке. Фактически вся эта деревня, все эти, так называемые, кабины, они использовались для жилья. Здесь жили, соответственно, рыбаки и люди, которые работали на фактории. Врачительные норвежцы обустроили здесь современные небольшие гостиницы. То есть такие же апартаменты, ты можешь заехать. Очень стильная, кстати говоря, комната, там спальня, здесь комната, кухонька, небольшой диван. Приехал, переночевал, уехал дальше. Кстати, некоторые приезжают сюда на велосипедах, а потом грузятся на такие небольшие катера и уезжают уже морским путем обратно. Мы снова переоделись в наши костюмы для рыбалки. Хотя больше сегодня рыбачи мы не будем, мы отправляемся обратно в лагерь. Просто вот иначе на хорошем ходу здесь замерзнешь без этих комбинезонов. Тем временем пришла группа каякеров, ярких таких, прям нарядных. Быстро приплыли, посмотрят сейчас и уплывут дальше по своему маршруту. Красота, мне нравится такой отдых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok О том, что здесь на Лафатенах отличная рыбалка, говорит и то, что наши соседи по базе тоже пришли с приличным уловом. Там, правда, ловили все – и взрослые, и дети. Это вообще очень популярный досуг во всем мире – рыбалка в Норвегии. Здорово! Вот просто здорово жить на берегу моря, в бухте, закрытой скалами, в доме с панорамными стеклами, с возможностью зайти со стороны пирса. Хотите со стороны машины – хотите отсюда. Это апартаменты на достаточно большую компанию, то есть человек 6 могут спать в двух спальнях. Здесь можно сидеть, пить чай, смотреть на скалы, рыбоваться водой, закатом, если солнце заходит не так, как сейчас у вас удачно. И смотреть на людей, которые снова радостные и довольные возвращаются с рыбалки. Устали? Пожалуйста, ваше испоряжение. Вот такая вот спальня. Здесь, конечно, норвежцы немножечко сэкономили. Таких спальн две. Стол, где можно сесть за трапезу. Кухня. Есть все. Посудомоечная машина, посуда, кофеварка, чайник, термос. Плита, причем плита очень умная, очень хитрая. Даже специальная камера, если что-нибудь здесь будет идти не так, она автоматически выключится. Ну и холодильник. То есть, рыбу наловил, часть можешь заморозить в больших морозильниках, а часть можешь приготовить. Санузел. Ну вот, смотрите, все достаточно просто, при этом стильно. Так что есть смысл приезжать сюда компанией, семьей, может быть, двумя семьями, для того, чтобы ловить рыбу. Тем более, что рыбу в Норвегии можно ловить круглогодично. Самый пик, правда, приходит на треску, которая идет сюда нереститься из Баренцева моря. Случается это где-то в конце зимы, в начале весны. Не сказать, чтобы это очень бюджетно, но, в общем, всегда можно найти себе отдых по карману. Главное, комфортно. Мне нравится такой отдых. Мы, к сожалению, должны попрощаться с Лафатенами, потому что завтра отправляемся на север, в город под названием Хасвик. Город, кстати говоря, тоже небольшой, и там рыбы нам обещано несколько больше. В прошлом году мы там были, и попробуем сравнить все же, где рыбы больше. Здесь, на Лафатенах, или там, на Сароя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова